Не так давно я закончила в этом университете MBA. Была очень впечатлена обучением в процессе этого курса, и поэтому попался мне на глаза вот этот курс HR-эксперт. Я очень заинтересовалась, так как еще в процессе MBA именно это направление мне показалось более близким. Поэтому я решила углубить свои знания в этом направлении и выбрала этот курс. Очень хорошие преподаватели и также коллеги у меня здесь обучились. У меня очень много знакомых, моих коллег, которые проходили обучение в Алмай-Университете. У всех отличные отзывы, и это университет с именем, который дает действительно нужные знания. Мне понравились абсолютно все модули, но наиболее, наверное, интересно прошел модуль по корпоративной культуре, потому что ее вела новоточина Марина Валерьевна. Курс был очень интересным. Наиболее интересным, эмоционально подкрепленным был, наверное, самая первая тема, которая посвящалась корпоративной культуре и управлению. И последняя тема легла очень на душу по управлению талантами. Для меня я в первую очередь пришел по блоку корпоративная культура, то есть в первую очередь, да, и второй момент. Мне очень сильно понравилось, было интересно, что-то новое. Это по поводу оплаты труда. Я однозначно поняла, что нужно быть профессионалом и углубляться в какой-то определенной теме, и это будет более эффективно и более правильно, чем распаляться на какие-то разносторонние, так скажем, функционал, который у меня был ранее. Полученные знания надо применить в первые 48 часов в горе. Все материалы, которые были представлены на курсе, они касались непосредственно практической моей работы, поэтому я уже что-то применяю. Однозначно повысилась самооценка, повысились знания. Я просто чувствую, как повысился мой профессионализм в этом направлении, я узнала много нового, в чем-то я утвердилась в своих ранее имеющихся знаниях. И все эти знания однозначно мне помогут в дальнейшей моей деятельности. Пересмотр, возможно, скажем так, наверное, системы мотивации некоторых отделов произошла у нас, и плюс дополнительно начали внедрять некоторые HR-практики дополнительные плюсы. Ну, уже в голове такой обрисовывается план на следующий год. Это и изменение вообще, в принципе, подхода в работе, в части вознаграждения, в части грейдирования, корпоративной культуры. Для меня это самое то было, потому что я не из Алматы, из Шимкента, и мне было удобно быть и онлайн, и офлайн. Смешанный формат дает много возможностей. Мы получили возможность прослушать курсы от российских преподавателей, практикующих преподавателей. И это дало возможность, можно сказать, получения международного образования. Поэтому мне очень понравился этот формат. Так скажем, сменность офлайн-онлайн в данном курсе была прям в точку. Лично для меня, ну, я пришел сюда за повышением квалификации, я это получил, новые знания, новый уровень, только в работе, как говорится. Под большим положительным впечатлением и от организаторов, и от преподавателей, и от самих тем, и от тех знаний, которые мы получили. Программа отличная, она актуальна, там есть все вопросы, которые касаются этой сферы. И это очень качественные знания за доступную цену. Поэтому я считаю, что цена, по сравнению с тем, что дает этот курс, он даже занижен, можно сказать. Очень много новых знаний, и при том, при всем, все это дается постепенно. То есть есть время подумать, поразмыслить и немножко это у себя внутри, как говорится, сохранить. Вообще я считаю, что все специалисты HR-сферы должны как минимум раз в год проходить какое-либо повышение квалификации, курсы, тренинги. И я буду рекомендовать этот курс всем своим коллегам. И я желаю этому университету и этому курсу дальнейшего развития, расширения. Только расти, только развиваться, как минимум оставаться на этом уровне, ну и только дальше, дальше и вперед, как говорится. Только вперед, развиваться. Сейчас очень много, как и во всех других сферах, все быстро развивается, все быстро меняется. Желаю вам своевременно и успевать подстраиваться вот все эти изменения, подстраиваться под эти новые курсы, чтобы у вас все получалось. Побольше вам клиентов, побольше хороших тренеров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...